горячий прибалтийский привет всем зрителям нашего канала и этого ролика сегодня речь пойдет о мопеде с коляской про сам мопед мы уже публиковали там ролики про его испытания еще не покрашенную виде но после того как сам мопед был построен испытан возникло желание как что-то добавить к этому проекту такого что мы еще не пробовали ну и было решено как бы установить мопеду коляску тем более что выяснилось что даже вот такой вот небольшой моторчик который в принципе считается полтинником хотя честно говоря это по-китайский полтинник это значит там другая система измерений это значит 70 более кубических сантиметров в россии я вот смотрел ролики обзорщиков всевозможных и даже 120 125 кубовые машины называют мопедами видимо в россии там какая-то особая система как и в китае измерения кубаторы ведь мопед это до 50 кубических сантиметров как правило но и здесь хоть даже на моторе есть отлично отливки 50 самокубических тем не менее это 70 кубовый мотор и вот мы его перебирали там все как бы детали пошли не полтинниковский все как бы и 70 там 70 чем-то кубиков но почему коляску возникла идея установить на этот мопед потому что этот 70 кубовый мотор обладает какой-то жуткой тягой конечно у нас еще советский опыт были у нас и риги и верховины и эти советские полтинники они как бы но там не возникает мысли установить коляску потому что он сам еле едет понимаете а здесь как бы так такой крутящий момент как бы возникла идея что ха он же может утащить больше чем двоих человек вот друг за другом поэтому небольшую легкую в общем-то коляска весит 20 килограмм и вот эту идею мы стали воплощать благодаря тому что рама была сделана изначально с большим запасом прочности потому что мопед предназначается как бы для эксплуатации в деревне а деревня у нас ленинградской области и там дороги такие вот знаете есть как бы брусчатки на территории калининградской области на бывших землях германии там квадратные камни уложены ровно такого брусчатка есть еще каменки где гранитные камешки установлены там тряска такая что как бы мама не балуй и стандартные ходовые даже японских мопедов они не выдерживают такой эксплуатации в условиях как бы эксплуатации на таком каменном покрытии честно говоря я был удивлен когда 90-х годах оказался на полигоне нами в дмитриеве там проводят на участках спецдорог тоже покрытых вот таким вот камнями как ресурсные испытания техники там целое кольцо такое есть и вот на этой каменке как бы ну то что на асфальте машина может работать там долго и без прещина на каменке отваливается все но вот это такое стандартное покрытие было в свое время сейчас это каменки практически нигде ничего не осталось где она была в городе например у нас здесь тоже было такое покрытие но за заделали все залили асфальтом и проблем нет вот поэтому ходовая была сделана запасом прочности именно для мопеда был ресурс рассчитан 20 лет вот то есть даже мне уже 65 скоро больше не 6 то есть он должен пережить по идее как бы автора но поэтому здесь определенный запас прочности и поэтому установка коляски как бы казалось возможной возможный сам мопед был построен по классической мопедной схеме это вот после войны и ашера хонда строилась вам педма свои мопеды именно вот таким образом потом чешские мопеды мопеды которые выпускались у нас советском союзе в италии в германии они все имели вот похожую архитектуру то есть мотор подвешивался снизу хребтовой раме дизайн там мог быть немножко различным рама всегда была хребтовая и мотор крепится снизу так вот проблема установки коляски на такой мопед с такой архитектурой проблема в том что коляска все крепятся к нижней части рамы а здесь нижней части рамы практически нету поэтому вот здесь такие вот элементы вы видите необычные они как раз для того чтобы корректно как бы решить проблему отсутствие несущая конструкция в нижней части рамы здесь двигатель является несущим элементом но благодаря его очень надежному креплению он нормально справляется с этой задачей и нижняя часть вот это вот третий элемент крепления коляски который находится под двигателем там специальный под поддоном вот этим титановым между титановым поддоном и картером двигателя специальная такая закладная мощная деталь которая как бы который крепится нижнее крепление коляски коляска вполне но она открытая такая здесь нету эта машина как бы не стилизация какая-то обычно на колясках кузовок какой-то и прочее даже вандерр 30-х годов то есть один из прообразов этой концепции немецкий вандерр 80-кубовый мопед который имел вот такую вот коляску тоже но на больших колесах как мотовелосипед наши вот эти рига рига 7 рига 5 вот такой вандерр был только с 80-кубовым мотором и к нему была вот коляска такая как бы и плетеная такая как бы кузовок всегда на коляска подрывается здесь же мы изначально решили что никаких кузовов там стилизации только функционал нужно человеку летом доехать там по лесу прокатиться доехать до озера лесного зачем всякие шипы покинуть машину ведь очень занять место водителей и покинуть машину очень просто это здорово любая функция если тяжело залезать в коляску но это целое мероприятие значит реже этим будешь пользоваться любая функция которая труднодоступна или сложна в использовании как правило но используется редко потому что это просто неудобно поэтому здесь все занять место водителя пассажира здесь или пассажиров коляски здесь очень просто при такой компоновки кроме того спереди вот имеется небольшой отбойник там чтоб траву приминать если видишь где-то по заросшему полю руль поворачивается очень видите практически на месте колесо коляски движется в обратную сторону когда вот максимально минимальный радиус поворота осуществляет водитель вот ну вот зимняя эксплуатация летняя показала что это идея вот с этой коляской вообще-то очень и с тех пор как мы их установили мы ее не снимали в этот раз я покажу вам как она снимается видимо вот но как бы настолько прикольным мопед это такие удивительные и в общем-то востребованы потребительские качества обретает мопед с коляской то есть женщина которая там боится или ей неудобно сзади сидеть в коляска пожалуйста ребенка просто ехать пустой коляской когда в коляске никого нет она машина легкая поэтому коляск ну легко поднимается ведь но но если 30 40 килограммового ребенок коляске то в принципе с управлением нет никаких проблем но если в коляске опять же человек вещи более 100 килограмм то водитель уже чувствует на руле что сбоку как бы масса присутствует и как бы уже как бы приходится это принимать во внимание что схема асимметричная мотоцикл с коляской это же они все асимметричная схема как говорится это не двухколейная машина но асимметричной как бы развесовки поэтому это надо всегда принимать во внимание кроме того на коляске предусмотрены места за что браться например в случае если перетащить где-то через дерево видите легко поднимается я никакой не атлет но всю машину легко поднять то есть здесь нету никаких вот просто красотули понимаете за все вот эти вот это все по сути дела ручки понимаете за что можно взяться вроде бы здесь вот сзади есть место для канистры одновременно это ручка за которую можно взяться чтобы поднять и перенести например если вы двигаетесь вдвоем мопед по лесной дороге через поваленное дерево кроме того если это в задней части понятно у мотоциклов тоже есть сзади бугеля даже на урале за что можно взяться и поднять урал вызволяя его например откуда из грязи на этом мопеле предусмотрены спереди тоже вот такие вот это не просто кронштейн крыла переднего это ручка то есть вдвоем мы спокойно можете поднять поднять этот мопед и перетащить его через дерево этот мопед мы демонстрировали на мотоциклетной выставке в хельсинки в феврале месяца вот этого года и надо сказать там на выставке было более ста мопедов и ну вот этот в том числе естественно это был единственный мопед с коляской но почему-то на выставке там он как бы особым люди удивлялись но особым успехом он как-то не пользовался я уж даже не знаю почему может потому что на выставках должно быть техника обладать большим шоу-фактором а этот как бы эта машина построена на принципах функционализма здесь главное функционал чтобы все было функционально даже вот причем есть такие функции которые в общем то не видны ведь согласно тризу теории решения изобретательских задач лучшим изобретением является то которого нет которого как бы не видно но функция которого есть то есть главная функция из многих вещей как бы я наверняка в этот раз даже вам все не расскажу потому что как бы не попадается на глаза не приходит в голову рассказать о чем-то но вот а функция необходимая и соответствующий есть ну вот как будто бы где здесь бак да как бы под сиденьем его нету где на японских и на китайских очень часто под сиденье под сиденьем бак бак прячут здесь бакут сам элемент этой рамы видите он изготовлен таким образом что эта труба толщиной стенки 3 миллиметра и выфрезерное таки облегчение глубиной полтора миллиметра то есть здесь толщина стенки полтора миллиметра сначала была идея вообще продырявить насквозь то есть получить ферменную конструкцию не сваркой а выборка и лишнего мат металла а потом подумал что я выберу насквозь металл до изящная необычная рама получится а куда бак сверху одевать его и всю эту красоту закрыть или под сиденье прятать при такой короткой базе между прочим развесовка имеет огромное значение если перед легкий тут легкая вилка легкая колесо прочее водитель сидит тут в задней части базы под сиденьем еще под ним бак то эта машина и так склонна к поднятию переднего колеса но вот резком трогание с места несмотря на автоматическое сцепление которое здесь присутствует в этой модели мотор но для того и для того чтобы развесовку как бы сделать правильной бензин расположен находится вот самой самой раме мопеда кроме того после того как была коляска установлена мы оснастили двигатель еще масляным радиатором вот он здесь шланги идут от головки через специальную проставку и надо сказать что действительно это же этот девайс совершенно необходим потому что при движении там где-то по пескам по пересеченной местности или просто по прямой на больших оборотах мотор нагревается и радиатор горячий то есть он свою функцию выполняет вся конструкция видите открытая здесь нет никаких декоративных элементов может быть вот на этом крыле тут какие-то вот штучки ну то это так я не придаю этому большого большого значения потому что здесь главное главное функционал процессе испытаний выяснилось одно кроме всех прочих одно очень замечательное свойство такой компоновки открытой коляски с него очень замечательно снимать видео ролики допустим техника любит когда ее снимают снизу вы знаете видели рекламные видео которые распространяют производители мотоциклов автомобилей фильмы с динамичными погонями где камера операторов расположена всегда очень низко тогда как бы красиво это все получается техника любит такие ракурсы здесь как раз брат с аппаратуры размещается очень хорошо можно тут крутиться вертеться причем эта спинка она съемная как бы вы можете даже сесть задом наперед тут она складывается в горизонтальное горизонтальное положение можете сидеть даже вот так задом наперед этот мопед с коляской по сути машина трехместная то есть на самом мопеде можно ехать вдвоем и третий человек в коляске но наверняка вы ищите уже глазами где же здесь подножки пассажира как бы их нет на задней вилке тут не торчит ничего как бы где где куда ноги пассажиру а вот обратите внимание и так складная подножка да как необходимо по условиям безопасности мотоцикла вот она такая раскладная видите и место пассажира вот ноги здесь водитель здесь ноги пассажир здесь эргономически ведь не нужно 2 2 пар подножек достаточно одной просто таких вот раскладных хочу сказать что и тормозная педаль тоже как бы раскладывать то есть тоже можно менять ее длину вот так это все ведь происходит достаточно удобно конечно закладывать мотоцикл мопед то есть в случае когда одиночная езда в соло варианте но на большие углы не сможете но в любом случае если что подножка просто отпружинит вот это вариант когда просто мотоцикле водитель видите все манипуляции с переключением передач осуществляется в соответствии с принятыми стандартами здесь я ничего не изобретал